Привет! Меня зовут Эд и сегодня мы будем говорить о красоте. О красоте кожи вокруг глаз. Это продолжение моей обширной серии, которая рассказывает о различных домашних процедурах, мероприятиях по улучшению состояния кожи вокруг глаз. Как мы знаем, это веки. Кожа внизу под глазами тоже очень проблемная. Это морщинки, это различные синяки, отеки. Ну и также третье это гусиные лапки. Расположены они, конечно же, вот здесь. Ну, с вот этими всеми проблемами будут работать различные народные и домашние натуральные средства, методы и рецепты, о которых я рассказываю в своих сериях. Сегодня я расскажу быстренько два рецепта. Можно, конечно же, их применять отдельно друг от друга, потому что они немножечко по-другому работают. Итак, первый рецепт будет очень простой. Я, кстати, в прошлом видео тоже с таким же рецептом работал. Сейчас это как бы продолжение работы с нашей чудесной петрушечкой. Значит, рецепт очень простой. Берем, вам потребуется что? Ну, желательно косметический диск, свежая, сочная петрушка, ну, желательно отечественная, выращенная где-то в вашей местности, свежесобранная. Ну и, в принципе, все. И время. Берем, срываем нежные листочки петрушки, отделяем их от стебли, нам стебли не нужны. И очень хорошо крошим ее. Потом, желательно, в ступке или как-то еще, или на каком-то маленьком блендере еще хорошо перемолоть. Или вручную перемолоть, чтобы выделился сок. Чем меньше вы помелите, тем лучше. Самое идеальное, это такое пюре из петрушки. Такое воздушное. Вот это самое идеальное. Если не получится, но сок выделился, а просто она будет порублена, это тоже, в крайнем случае, хорошо. Все. Просто берем нашу нарубленную петрушку идеально, или уже практически пюре с петрушки. И осторожно накладываем вот здесь на всю область вокруг глаз. Абсолютно всю. На веки, сбоку, на предполагаемой гусиной лапке, и, конечно же, внизу. В любом случае, даже если у вас там нет никаких пока еще морщин, вам 25 лет, 20, или сколько-то еще, или в 35 лет у вас идеальная кожа. Знаете, что если плохо работать с этой областью, то на будущее, особенно веки, истончаются. Вот здесь кожа истончается и отделяется. Как бы такая верхняя кожа, и подложка отделяется. И со временем формируются все условия уже для гусиных лапок. Поэтому начинать любую терапию и заботу вообще о коже вокруг глаз можно практически, не знаю, с 17 лет. Вау! С 17. Если вам за 30, за 25, за 35, это однозначно. Хотя бы два раза в неделю постоянно работайте с различными рецептами народной медицины и домашними продуктами, а также с качественным косметическим кремом. То есть я не исключаю какие-то косметические кремы, конечно же, дорогие, качественные. Ну, минимум это должен быть, я не знаю, Арифлейм, Эйвон и так далее. То есть дешевле уже ничего не нужно, потому что это не будет реально помогать вашей коже. В общем, накладываем кашицу и прикрываем осторожно косметическим диском. Прикрываем и ложимся. Начинать надо примерно с 10 минут. Потом, если все в порядке, на третий, четвертый, пятый сеанс потихонечку, по минутке можно довести до 20 минут. Все. Чистая петрушечка, пюре с петрушечкой поработали. Осторожно смываем теплой подготовленной водой. Потом в таком состоянии, то есть без мыла, без тоников, без ничего, просто осторожно так смываем. Или даже можно опять взять чистый диск и просто вот так вытереть остатки петрушки с кожей. Потом ходим примерно часик-два. Потом используем качественный крем под глаза. Все. Это был первый рецепт. И быстренько второй рецепт. Все то же самое. Как я и сказал, чередуйте даже рецепты с одной петрушкой, но с несколькими ингредиентами. Чередуйте друг с другом. И это принесет дополнительный эффект. Значит, рецепт номер два. Нам также нужна порубленная петрушечка на кашицу, на пюре, на мелко-мелко. Выжатый с ней сок, чтобы там был обязательно. И нам потребуется топленое масло. Можете сами сделать топленое масло. Моя мама, например, сама топит. Берет просто масло, покупает в брикетах. И у нее есть рецепт, нашла рецепт. И просто топит и делаете топленое масло. Его можно хранить очень долго. Не знаю, месяц, два. Даже некоторые хранят в холодильнике. Можете в крупных городах или где-то еще купить топленое масло. Например, знаю, что в республиках, азиатских республиках, там Казахстан, Узбекистан и так далее, рынки просто заполнены различным топленым маслом. У нас, конечно, тоже на центральных рынках есть топленое масло. Но на маленьких рынках это тяжелее его достать. Но, как я и сказал, можно сделать самому. Итак, как правильно сделать вот эту масочку? Берем, рубим так же само петрушечку, петрушку и масло. Примерно одна часть мелко нарубленной петрушки, то есть пюре петрушки, и две части топленого масла. Берем маленькую пиалочку и хорошо все перемешиваем. Дальше. Не надо делать большие запасы, потому что активность петрушки, она пропадает. Почему? Потому что на воздухе, конечно, на вжиру, но все равно на воздухе она начинает окисляться. И вот эти активные все составляющие, которые и отличают домашние средства от аптечных, законсервированных, они активные средства эти пропадают. Поэтому максимум на три дня делайте себе небольшую порцию микроскопическую любых вообще домашних средств. Ну, в частности, вот этого прекрасного крема. Крема маски. Все. Одну часть берем, например, одну чайную ложечку берем пюре петрушки свежесделанного и две части берем топленого качественного масла. Идеально все. Сливочного, конечно же, сливочного масла. Идеально все перемешиваем. Не спешите, можете раз перемешать, подождать и через 10 минут еще раз перемешать. Все перемешиваем и все. Перед этим подготавливаем, конечно, кожу вокруг глаз. Чистим ее тоники и другие косметические средства, которые очень качественно могут ее очистить. Не только от макияжа, а от пыли и от легких жировых отложений, которые кожа постоянно жирже выделяет. Мы его не видим иногда. Иногда, вот я даже чувствую, что у меня есть такое защитное жировое покрытие. Оно есть всегда. Кожа постоянно его выделяет. Поэтому даже если у вас кожа чистая, обязательно очистительные процедуры перед любой процедурой делайте непосредственно перед применением любых масок. Тогда кожа будет идеально чистая. Поры открываются. Они чистые. Освобождены от пыли и от жира, который кожа выделяет. И все. Наносим вот этот чудесный крем-маску. Наносим так же само. На все области вокруг глаз. Можете захватить вот сюда подальше. Подальше. Вот эти гусиные лапки могут распространяться и подальше. Не жалейте. Распространите немножечко чуть подальше на область. Вот чуть-чуть выше век сюда распространите это все. И все. Накладываем опять косметический диск и ложимся, отдыхаем. Никаких улыбок, ничего. Просто отдыхаем и думаем о чем-то хорошем. Данную процедуру так же само. Начинаем с 10 минут. Можно довести до 20 минут. Желательно все вот эти процедуры с петрушкой выполнять где-то раз в два, в три дня. Если вы постоянно этим занимаетесь. Если вы время от времени занимаетесь, можно в принципе каждый день там поработать 5-6 процедур. Вот такие два отличные рецепта на сегодня с петрушечкой от различных проблем вокруг области глаз. А также для улучшения тонуса кожи и так далее. Для питания кожи. Если вы молоденький, у вас все идеально. Для питания кожи. Витаминами и другими элементами. Это тоже прекрасно подойдет. Все. Спасибо за внимание. Это был мой очередной рецепт красоты для вас. Меня зовут Эд. Смотрите меня каждый день на моем канале. И пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи. И мир вашему дому. Субтитры сделал DimaTorzok